Ну, лекция, которую я планирую прочесть, она связана с особенностями формирования отечественных градостроительных систем в постиндустриальный период общественного развития. Здесь, конечно, важно сказать, что это за период постиндустриальный и о каких градостроительных системах идет речь. Дело в том, что сейчас многое меняется в мире и, прежде всего, меняется отношение к приоритетам того, как развивается общество в современных условиях. И здесь важен становится человеческий потенциал. То есть наиболее развитые государства разворачиваются от приоритета экономического развития, развития индустрии, технологий, к самому человеку, к его среде, к комфортности проживания, к экологическим проблемам той среды, в которой он живет. И вот этот вот разворот определяет постиндустриальный характер современного развития общества. Но важно еще отметить, что должны реагировать на это сами градостроительные системы, то есть то, как мы осваиваем пространство, то есть те антропогенные системы, которые мы создаем и в которых живем. И вот эти градостроительные системы, они тоже меняют свой формат. Они должны по-другому совершенно начинать формироваться уже, может быть, не в угоду индустриальным задачам развития государств, а именно ориентируясь на приоритеты человеческих ценностей, на человеческий потенциал. И поэтому, собственно говоря, я в лекции рассказываю о том, какие это системы, какие они могут быть, как они, как от существующих форматов предоставительных систем переходить к новым форматам. И вот раскрывая эти вопросы, мне кажется, важно заглянуть в будущее, которое скоро очень наступит, и мы должны быть к этому готовы. Вот, собственно говоря, о таких вопросах мы будем говорить в рамках моей лекции. Михаил Ильич, а если посмотреть на какие-нибудь источники, вы можете в рамках рекомендовать хотя бы, не без точного адреса, но хотя бы, на что можно посчитать на эту тему? Какие есть ведущие специалисты, которые в этом же направлении работают? Ну, сейчас ведущих специалистов, таких ключевых можно было бы назвать. Это и любовный Владимир Яковлевич, который занимается аггломерациями, выстраивает системы того, как они должны меняться. И Юсин Георгий Семенович, и Каратаев Владимир Прохорович, которые сегодня заняты в рамках разработки стратегии пространственного развития Российской Федерации. Вот этими вопросами того, как должна перестраиваться система пространственного управления. Продолжение следует...